Берду Мухамедову за теплый прием и гостеприимство. Вчера состоялась наша встреча, которая еще раз подтвердила братский характер отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Также с теплотой вспоминаю мой прошлогодний официальный визит в Туркменистан, в ходе которого был проведен очень широкий обмен мнениями по насущным вопросам и было подписано рекордное количество документов, а именно 21 документ, который наполнит еще новым содержанием наши отношения. Хотел бы также отметить личную роль президента Туркменистана в деле развития страны, а также благоустройства Ашкабада. Часто бывает здесь, вижу уразительные перемены, стремительное развитие, современную инфраструктуру. В прошлый раз я ознакомился с Олимпийским городком. Все это радует глаз и создает очень хорошие возможности для граждан заниматься спортом и активно вносить вклад в дело развития страны. Также поражает масштабное строительство. Знаю, что президент лично контролирует каждый проект, поэтому город цветет и создан уникальный единый ансамбль градостроительства. Одним из вопросов повестки дня сегодняшнего саммита является обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. На фронтах самой разрушительной и кровопролитной войны, а также в тылу, нашими народами были проявлены героизм и мужество, являющиеся примером для последующих поколений. Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечивал всю страну топливом. Более 70% нефти, 80% бензина, 90% моторных масел, столь необходимых для фронта, приходилось на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт. На торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море». В этом углублении находится жидкий черный шоколад. Название «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимой для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины с тем, чтобы они не достались врагу, то есть там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч. Весом вклад в нашу общую победу и представители азербайджанской науки, так великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедальев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как «Коктейль Молотова». Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые «катюши» и другое вооружение, ставшее кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного, позорного режима Народного фронта 1992-1993 годы, 9 мая перестал быть праздником, а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям. Одним из первых решений Гейдара Алиева, после того, как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 мая, днем победы, с тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Горегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Горегин Нжде. Большая группа ветеранов войны и стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад, в кавычке открыты, о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в кавычке закрыты, в котором говорится дословно «Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Горегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с Третьим рейхом». Кавычки закрыты. Это позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в шестом томе издания «Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны», 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война» 1941-1945 годы. «Великого Гурбангулы Милы Кудевича и всех туркменских коллег за прекрасную организацию нашего заседания, за теплоту и радушие, с которым нас встретили на гостеприимной туркменской земле. Не могу не отметить, что чрезвычайно впечатлен Ашхабадом, я, между прочим, первый раз в этом городе, его великолепной архитектурой и современным обликом. Хотел бы также выразить признательность за проделанную Туркменистаном работу в рамках председательства в сотрудничестве, нацеленную на дальнейшее развитие СНГ. Ваша продуктивная работа нашла отражение в перечне вопросов повестки дня нашего сотрудничества. Относительно вопросов, которые представлены на обсуждение, я бы хотел отметить следующее. Мы приветствуем декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и поддерживаем любые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества и расширение интеграционных процессов среди стран Содружества. Документ определяет стратегические цели сотрудничества, для достижения которых мы считаем необходимо последовательное и скоординированная работа как в многостороннем, так и в двустороннем формате. Поддерживаем подписание Конвенции государств-участников сотрудничества независимых государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Считаю, что Конвенция поможет, в частности, развивать наше сотрудничество по расширению применения альтернативных мер, лишению свободы за совершенные преступления. Из вопросов повестки для дня нашего заседания хотел бы выделить совместное обращение к народам наших стран и мировой общественности в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. Считаем важным, активным образом информировать современную молодежь как в наших странах, так и за рубежом о той решающей роли, которую сыграли наши народы в победе над фашизмом. По разным оценкам, в этой войне погибло до 300 тысяч мужчин и женщин армянского происхождения. Представители нашего народа не только боролись в рядах советской армии, но и принимали активное участие в движении сопротивления в оккупированных фашистами странах. Между прочим, один из руководителей французского сопротивления, Мисак Манушиан был армянином. Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в слове, в речи Ирхама Гейдаровича...